Александр Шувалов. Дело на пол Европы. Беги как можно дальше и прячься. Только я все равно тебя разыщу. Если, конечно, попросят. Макс Королев. Следопыт. Северо-восточная окраина Москвы. Начало нулевых. В дверь сначала долго, не переставая, звонили. А потом принялись колотить ногами. Какого черта? Жилец, здоровенный мужик лет сорока, проследовал, неслышно ступая босыми ногами по полу, и нажал на кнопку домофона в прихожей. На экране высветилась лестничная клетка. Снял трубку. Чего тебе? Мне? Чего? Зашелся в гневе, стоявший перед дверью, совсем молодой, щуплый парень. Босой, в трусах и майке-алкоголичке на пару размеров больше. Мокрый, взъерошенный, откровенно жалкого вида, с тряпкой в руках. — Чего мне? — повторил он. — Да ты меня затопил, козлина. А хата только после ремонта. Да я тебе за это... — Как ты сказал? — вкратчиво переспросил жилец. — Козлина? Распахнул дверь и цепко прихватил соседа снизу за душу. В смысле, за мокрую майку. — Вот сейчас за базар и ответишь. Дернул того на себя, и шибко невежливого соседа прямо-таки засосало в квартиру, только пятки сверкнули. За гнилой базар невоспитанного юнца ожидала суровая и справедливая ответочка. Чтобы сам запомнил и внукам передал. Перед тем, как раскрывать рот и произносить разные слова, желательно все-таки хорошенько подумать. А дальше все почему-то пошло не по плану. Или все-таки по плану, но по какому-то другому. Даже не пытаясь сопротивляться, паренек влетел в прихожую. И вдруг подпрыгнул козликом. Его костлявая коленка удивительно удачно, на вдохе, влетела в солнышко хозяина квартиры. Добавив тому согнувшемуся вдвое сцепленными ладонями по загривку, очень странный как бы сосед снизу достал спрятанные в тряпке наручники и старательно окольцевал лежащую лицом вниз на полу неподвижную тушку. И только потом вышел из квартиры. Спустился напролет ниже, где нервно грыз фильтр незажженной сигареты пожилой местной участковой в звании капитана. Курить ему было строго-настрого запрещено. — Ну? — скинулся он при виде фигуры в трусах и майке, уже без тряпки. — Как? — Нормально, — отозвался, запрыгивая в штаны парень. — Можешь идти. Спасибо за содействие. — Не забудь упомянуть в рапорте, — напомнил капитан. — Не забуду. Тот принялся завязывать шнурки кроссовок. Обещал же. И двинулся по лестнице наверх, доставая из кармана трубку. Пришло время вызывать оперативную группу и принимать заслуженные поздравления коллег. Несколько дней спустя. Один из райотделов тогда еще милиции. Москва. В дверь негромко постучали. — Да. Начальник отдела уголовного розыска РОВД оторвался от какого-то старательно изучаемого документа. — Войдите. — Вызывали, Сергей Иванович. Совсем молодой парень, чуть старше двадцати, а по виду даже моложе. Вошел, и РОВКО замер в дверях. Самый молодой оперативник в отделе. Тот самый, что не так давно изображал жертву потопа. — Вызывал, — кивнул майор. — Проходи, Максимка, располагайся. Паренек РОВКО присел на краешек стула. — У меня для тебя две новости, — нахмурился начальник. Крепкий матерный мужик, лет сорока. Начну с приятной. — Слушаю, товарищ майор. Юного лейтенанта взволновало то, как начинался разговор. Скромный опыт подсказывал, что за приятной новостью обязательно последует что-то совсем нехорошее. — Лихо ты кравца побрал. — Одобрительно, но не переставая хмуриться, — молвил начальник. — Благодарность тебе за это от начальника управления. — Служу России. Совсем тихо прозвучало в ответ. — И премия в размере месячного оклада. — Мне местный участковый помогал, — заметил лейтенант. — Капитан, забудь, — отмахнулся майор. — Никто тебе не помогал. Всю операцию от начала и до конца ты провел исключительно самостоятельно. Парень не стал задавать вопросов, лишний раз подтвердив этим, что с мозгами у него полный порядок. И это еще больше расстроило начальника. — Молодец. — Изобразил на лице улыбку, обычно скуповатый на похвалу майор. — И как только ты его разыскал, интересно? — Я его вычислил, — прозвучало в ответ. — Поработал, как следует, с документами и наткнулся на ту квартиру в Выхино. — И что в ней такого? — удивился начальник. — У того кравца таких хат больше десятка. — Единственная квартира у черта на куличках, — начал паренек. — Это раз, — загнул палец. — Сразу после того, как купил ее, ремонт делать не стал, только мебель завез, и поменял дверь на стальную фирменную с немецкими замками. Это два. Лейтенант явно подражал герою модного романа. — Еще бы заикаться начал, — пижон. — Ну и что? — усмехнулся майор. — И тут же ее продал, — отозвался опер по имени Максим. — Через цепочку посредников, якобы бывшей собственной гражданской жене. Это уже три. — И все это было в документах? — удивился начальник. — Прекрасно помнил ту тощую, как бюджет провинциального городка, папку, что лично вручил юному лейтенанту, и благословил на подвиг. Далеко не все. Парень вернул на место упавшую на лоб прядь волос. Пришлось как следует побегать, навестить кое-кого и побеседовать. Что дальше? Дальше понаблюдал за квартирой. Там дом строится напротив. Так что окна и балкон как на ладони. И как? — На вторые сутки я его видел. С законной гордостью сообщил лейтенант. Ближе к полуночи вышел покурить на балкон. И потом туда пару раз приезжала под вечер женщина с сумками и уезжала налегке под утро. — Толково, — признал начальник. — Признаю. А вот дальше. Почему ты решил, что он обязательно откроет дверь? Он не стал спрашивать, почему зеленый оперок поперся в адрес самостоятельно, не запросив подкрепления. И так было понятно. Сам был точно таким же когда-то. Этот кравец в девяностые был бандитом? Скорее, подбандитком. Приблотненным барыгой при братве. А потом понятие набрался выше крыши. Такое с любого заказла спросит, кто ниже ростом. — В общем и целом, очень даже неплохо, — признал майор. Толковый сыскарь из тебя мог бы выйти со временем. Но... Достал из ящика стола лист бумаги. — Ручка есть? — Да. — Тогда пиши. Подвинул тому лист. В правом верхнем углу. Начальнику, РОВД, полковнику милиции. Что это? Рапорт с просьбой об увольнении по собственному желанию. Это вторая новость. Неприятная. Вернее, хреновая. — Как же так? — начал было лейтенант. И вдруг замолчал. — Неужели? — Ты все правильно понял, — буркнул майор. Ему было стыдно. Да что там стыдно? Просто хреново. Пиши давай. Лучше быстренько уйдешь сам, чем выпрут по статье. Или вообще закроют. Не так давно его самого вызывал полковник, начальник РОВД, и приказал бросить лучшие силы на поиски объявленного во всероссийский розыск некоего господина Кравца, лихого парня, сподобившегося хапнуть приличную сумму из-за кромов отчизны и попутно развести на неплохие бабки группу уважаемых людей. И тонко, но доходчиво намекнул, что искать следует со всем возможным стараниям, а вот находить вышеупомянутого господина вовсе не обязательно. Точнее, ни в коем случае не следует. В этом, дескать, очень заинтересованы другие, не менее уважаемые люди, с которыми этот самый Кравец либо щедро поделился, либо существует опасение, что тот может наболтать много лишнего на допросе. — Есть организовать поиски, — поймал на лету мысль начальство старый битый мент, не так давно получивший повышение, а до этого пять лет пребывавший в этом же райотделе в постыдной низкой для себя должности старшего опера, на которую слетел с поста заместителя начальника отдела МУРа в звании подполковника. — Иди работай, Захаров, — благословил на подвиг подчиненного полковник, уверенный в том, что тот все сделает как надо. Оказавшись между «надо, но нельзя», «искать, но не найти», майор принял достойное, как ему самому тогда казалось, самого Соломона решение. Поручил это дело юному, всего полтора месяца числящемуся в отделе лейтенанту по прозвищу «студент», чтобы тот долго и упорно разыскивал этого самого Кравца до полного и окончательного решения по нему вопроса. То есть прекращение розыска по вновь открывшимся обстоятельствам исчезновения фигуранта с просторов Отечества или переезда его же на этаж ниже уровня земли. И кто же мог, черт подери, подумать, что сопливый Летеха за какие-то десяток дней размотает это дело и лично повяжет злодея? — Дай сюда. Майор пробежался взглядом по рапорту. Уложил его в красную папку для доклада. — Иди, собирай вещи. — Это. — Прости меня, Максимка. — Разрешите идти? — голос у парня сорвался на писк. — Топай. Менты, как известно, многое часто выпивают и постоянно вступают в беспорядочные половые связи. Откуда известно? Да из книг и телесериалов о них же. Их сейчас на каждом углу или телевизионном канале, что в шей на бум же. Майор Захаров свое давно отпил, поэтому спиртным баловался редко и не очень охотно. И уже 17 лет жил с одной и той же женщиной. В радости и горе. И ходить налево категорически не желал. После ужина жена быстренько вымыла посуду и удалилась к телевизору в гостиную. За прожитые вместе годы она изучила мужа вдоль и поперек, а потому прекрасно понимала, что тому сейчас нужно побыть одному. Захаров достал из стеного шкафа объемистую рюмку, а из холодильника бутылку водки. Накатил разок, другой. Посидел немного в темноте, потом взял со стола телефонную трубку и принялся нажимать на кнопки. — Слушаю. — Раздался после третьего гудка низкий голос человека, с которым судьба свела майора год назад, в командировке на Кавказе. — Привет, это я узнал. Тут такое дело, — Захаров откашлялся. — Из нашей богадельни поперли по собственному одного паренька. И? — Опыта никакого, но толковый и опер по жизни. Я тут подумал. — А нахрена нам менты? — хмыкнул собеседник. — Ладно, сбрось мне в личку характеристику на этого вундеркинда со своими комментариями. Ничего не обещаю, но посмотрим, что и как. — Спасибо, с меня причитается. — Запомню. И собеседник отключился. Вылетев, обгоняя собственный писк и виск из органов, бывший лейтенант пару дней в гордом одиночестве трескал водку, старательно топя в ней, как тот Герасим Тумуму, горечь унижения и потери веры в человечество. Особенно обидным было то, что в милицию он шел не за деньгами или полезными знакомствами, а чтобы честно служить и защищать. Потом столько же дней приходил в себя. И только-только приступил к размышлениям, как и на какие шиши жить дальше, как... Как поутру его разбудил звонок из районного военкомата. Суровый, военный, с похмельной хрипотцой голос сообщил младшему сержанту запаса Королеву М.И., что тому следует к 14 часам прибыть в кабинет номер 17 вышеупомянутого учреждения. «Слава Богу, без вещей!» «Зачем?» – удивился бывший морпех Северного флота. «Узнаете!» – со значением ответил непредставившийся некто. В кабинете под этим номером Максима встретил человек средних лет в приличном сером костюме с удивительно заурядным лицом и добрых три часа с ним беседовал. Правда, беседа эта больше походила на допрос. Выпотравшив того, как селить под водочку, сделал предложение, от которого бывший мент не стал отказываться, потому что не видел себя ни в какой другой роли, кроме как служилого.